друзья всем привет сегодня у нас новый цикл видео на который называется занимательная автомобильная археология машине 72 года и очень интересно что же мы сегодня найдем первое что мы вчера заметили честно говоря вот респект хозяина потому что крыша на удивление добротно сделано я прям шоке да еще утеплена и зашумлена то есть ну в общем машина готова ведь она без печки кстати интересно какую печку печка наверное здесь он как-то сделал ну ладно неважно люк в крыше есть люк и он работает еще сверху этот люк он еще сверху закрыт материалом ну правильно материал там сверху который накидывает на машину не смотрит тоже то есть проклеенный интерьер тоже как бы я говорю то есть хозяин на самом деле был очень рукастым и освещение проведено да то есть у них сегодня никак не абы-кабы я почему не хочу здесь крышу пока что даже трогать и сама мне нравится кондиционер вот кондиционер это просто шикарно молодец вообще так понимаю дворники уже переделаны естественно не дворники однозначно это не родные потому что не было на них в принципе электромоторов какой бы был электромотор подожди по моему не было вообще не какой-то год был или это вот только у этих у фордов но в общем это я честно говоря не помню надо смотреть а вот же ручник ручник да это точно точно скорее всего но зад не запихивается теперь что делать не знаю я думал что это не ручник а это кто этот подсос ну тогда его херена сейчас выкрутил смотрите на осмотр машины показал что есть какие-то часы пока не понятно что за часы есть куча мусора но в общем-то машина не использовалась в качестве курятника это уже радует но нашли еще также интересные вещи посмотрим сейчас дворник какая-то сумка какая палка и это мусор хотя она хорошая оставим пока может подвал спущу это хорошая брезентовая сумочка я правда не знаю зачем она то машина то в охоте использовалась это странно 4 раз они вообще есть вход в этой сумке я входа не вижу будто они что-то зашивали зачем кому-то молотый кирпич а все я понял слышно это сидушка это не сумка да это из этот поролон и слевший в прах так что эта сидушка надо оставить это скорее всего родная сидушка от вильса ухты ёпта это даже как приоритет кстати вот у меня у дедушки такая же была аптечка ее нельзя выкидывать не надо оставить содержимое сомневаюсь но содержимая уже да вот что это такое кислота борная но я думаю в евро что-нибудь станет за 30 лет самого стаканчик есть такой стаканчик через герги херги найдешь стаканчик вот стаканчик разводитесь марганцовку и что-нибудь такое это что у нас тоже бурная кислота почему на две раза йод короче всю эту аптечку нельзя выкидывать как и оказывается что сумка это сидушка моя пределы конечно ну прикольно же презентовая сидушка так чего там еще нашли да я пройду это это уж по-любому мусор любез тем более мусор и пропусти меня спасибо здесь нашли я не знаю зачем они были нужны и дополнительные двери они такие брезентовые одна главная брезентовая 2 нет непонятно при том что на виллесе не было брезентовых дверей да эта штука вроде цельная не знаю зачем брезентовые двери нужны были можно как-то разбирается выглядит цельно где я нашел ты в бардачок такие мелочевку кидай пока что в общем-то машиной-машиной то есть особого срача здесь нету несмотря на то что использовали в качестве в общем-то машины для охоты рыбалки и прочих удовольствий жизни пока ничего такого криминального не вижу сидушки неродные передние это точно а вот двигатель мы думали что это родное кодибол оказалось что это газ двигатель когда не знаю что сейчас круче газ или кодибол но конечно здесь бы мы хотели видеть родной двигатель но увы а теперь надо будет смотреть что с ходовкой элемент тюнинга акустическая система я так подозреваю что есть вероятность что она даже старше меня 8 ом а нет ты прикидывал реально старше меня 82 год 82 год этой акустической системе но какого-то реального интереса конечно для нас не представляет я вообще не верю что он работает это болтается если если есть акустическая система то должен быть источник звука магнитола а ее нету так акустическая система справляется что чё там такое какой склад еще буду велись и что не понятно шестерни какие-то фигня какая-то либо коробка откуда там бардачок что ли есть да вот он со второй стороны тоже ну-ка сейчас посмотрим тут мусора что-то хрена сена вот ты поставил сидушку на место пробка три ремень и кстати электрика проходит здесь мы видим к акустической системе шла нет я так понимаю это именно за заводская да прикольно ну так принципе салон более-менее чистенький да уже осталось только на мойку и загнать чтобы охренели мальчики сделано в ссср катафота не помешает я считаю система с откидывающимися дожди откидывающими спинками да то чтобы можно было пролезть назад заслуживает просто нобелевской премии смотри покажи как она фиксируется вот так вот все я думаю определенной суровки требует здесь стопорное кольцо какое-то просто должно быть еще да а там такой нету да нет есть вот она давай ее поставим здесь она кстати крючком вот крючком намного удобнее согласись да то есть вот я так понимаю переделана эта часть слушай от чего сиденья тогда я не знаю такие не видел наверно восьмерка какая-нибудь потому что они вот такие спортивные а может быть основа родная а верхушку он доделал ну знаешь все может быть кстати кстати да они как раз откидываются вполне вероятно что основа то родная возможно просто они же короткие родные сиденья не да они очень короткие были они не нравится штучку здесь прилепили отрубай дальше они подожди там неплохо плюс подключить для перчатку дать давай не все эти случаи средний палец средний палец отломаешь на завод виллеса у которого масса это плюс первая машина который вижу такую но я последний есть то прижмите по человечески не стесняйтесь не делайте так дома не туда как ты удержал клево руками ну подержи ты все равно смотришь подожди дай я прям на нее тупо все инвесом лежал дается я это не увижу жалко ну вот да все давай подожди я выпустил он но закончить же наш день мы решили тем что попытались завести виллес но быстро поняли что без бензина машина почему-то не заводится впрочем это нас не остановило основное что мы увидели еще до покупки машины это то что она действительно заводилась нам прислали видео по ватсапу кроме того так как стартер легко проворачивает коленвал сравнительно легко проворачивает коленвал это значит что двигатель не заклинивший а значит оживить машину будет достаточно легко надо лишь для этого выделить время следующим же шагом будет мойка самого салона ну на этом всем спасибо всем пока ждите новых видео спасибо за просмотр! Редактор субтитров А.Семкин